Привет, мои дорогие однокурсники! Я уже 20 лет, к сожалению, не приезжаю на вечера встречи, но в первую субботу апреля мысленно всегда с вами. Оказывается, здание института, в котором мы учились, выглядело вот так. Это вариант 1911 года, и даже тогда оно служило учебным заведением. Улица Правды, 13. В последнее время Университет кино и телевидения. А в нашей памяти, поступившем сюда в 1968 году, он всегда останется Ленинградским институтом киноинженера. Ли Ки. Тогда, в 70-е годы, мы и не задумывались, что в облике здания проглядывают очертания церкви, и что на лицевой стороне здания должно быть мозаичное панно. Но время часто вносит свои неожиданные поправки. И, казалось бы, навсегда покрытое толстым слоем краски и штукатурки, закрытое металлическими листами, замурованное панно столетия спустя будет восстановлено. И сегодня украшает бывший институт киноинженеров. И Христос по-прежнему благословляет детей. Каждый год, первую субботу апреля, вечер встречи выпускников механического факультета. Это уже многолетняя традиция. Спасибо всем! Шамилю, Володе, Наташе, Жане, Ларисе, Маше. Спасибо вам, ребята! Простите тех, кого я не назвала, но вам спасибо за то, что вы сохраняете эту традицию, организовываете встречи, и даже те, кто не присутствует на этих вечерах. Поверьте, ребята, мы с вами! Признайтесь честно, у кого сохранился сувенир нашего потока? Придумала его байка, до сих пор помню ее имя. У меня сохранился. Ленечка, помнишь, как ты пытался привлечь мое внимание? Запихал в мой новенький портфель кирпичи и очень удивился, почему я рассердилась. Рабочий семестр пастыр. Мы оказались в холерном карантине. Зато потом было о чем спеть при гаде Лобанчиков на отчетном вечере в институте. Лариса, мы на твоем балконе в Купчино после защиты дипломов. Последний звонок. На заднем плане Наталья Нахалия. Нам приятно быть вместе. Нам есть о чем вспомнить. И есть, что рассказать друг другу. Субтитры сделал DimaTorzok Над улицею правды Будут лчаться годы Другие вместо нас сюда придут И будут так же жить Любить, дружить, ходить в походы И, может, наши песни запоют Субтитры подогнал «Симон»